Как хорошо гулять летом по лесу, наслаждаться природой, слушать пение птиц, собирать грибы, ягоды. Если бы не комары, маленькие кровопийцы могут испортить любой отдых. Комары – древнейшие насекомые. Только представьте, они появились на Земле более 100 миллионов лет назад, еще в эпоху динозавров. За это время комары успели идеально приспособиться к жизни в любых условиях, как в городе, так и на природе. Всего в современном мире насчитывается более 3000 видов комаров. Из них 100 видов обитают в России и около 20 в Челябинской области. Вообще группа интересная, потому что она очень живучая. То есть для того, чтобы развиться, комарам достаточно небольшого, буквально микроводоема, в течение нескольких дней развиваются личинки. Поэтому комары очень хорошо адаптировались к жизни в городе даже. Но они предпочитают более теплых людей, конечно. То есть они реагируют на инфракрасные излучения. Прежде всего человека. Поэтому считается, что мужчина выделяет больше инфракрасного излучения. Поэтому мужчины предпочтительнее. Согласно исследованиям ученых, ориентируются комары не только на тепловое излучение, но и на выделяемый углекислый газ и даже запах фото человека. Свою цель насекомые обнаруживают на расстоянии до 50 метров. Поэтому спастись от них непросто. Мы порылись в интернете и нашли несколько народных способов борьбы с кровопийцами. И сегодня проверим все эти способы на себе. Способ первый. Нанести на кожу крем, смешанный с корицей. Комары, как известно, не любят сладкие, фруктовые или хвойные запахи. Поэтому смесь крема с любой из пряностей, корицей, ванилином, гвоздикой или анисом их отпугнет. Способ очень приятный. Во-первых, он быстрый, во-вторых, это вкусно пахнет, и в-третьих, корица придает коже легкий оттенок загара. Способ второй. Использовать репелленты. Мы выбрали первый попавшийся спрей из ближайшего магазина и решили проверить его в действии. Метод неплохой. Комаров запах репеллента отпугнул. Правда, у этого способа есть существенные недостатки. Это ужасный запах, и сам по себе спрей какой-то жирноватый. Но и часто говорят, что репелленты... У меня же горли першит от этого запаха. Часто считается, что репелленты их хватает на полтора-два часа, потом они уже не работают. Способ третий, самый жесткий. Использовать чеснок. Комары, как настоящие вампиры, не выносят его запах. А потому для защиты от кровососущих чесноком можно натереться, обложиться или, вариант для самых отчаянных, съесть. И теперь мне кажется, что меня будут избегать не только комары, но и люди. Гера, ты куда? Я уже велика поснимаю. Гера, вернись! Вернись, я не буду на тебя дышать! Еще один способ отпугнуть комаров – пустить в ход различные травы. Что примечательно, большинство противокомариных растений можно найти в каждом саду. Бархатцы, перечная мята, лаванда и базилик – лишь малый список трав, которые отобьют желание комаров вами перекусить. Базилик очень хорошо, если им натираться. Мелисса и полынь. Для того, чтобы это использовать, нужно просто покатать в руке травку, а затем вот этой ладошкой, в которой катали, потереть нужные части тела. Есть в запасе у травницы и более экстремальный способ борьбы с кровопийцами. Одно из самых эффективных древних средств – это муравьиная кислота. Она надежно защищает от всех видов насекомых, даже таежных. Теперь разберемся, что делать, если комар все-таки вас укусил. В сам момент укуса насекомое вводит вещество, в котором содержится антикоагулянт, который не дает крови свертываться и действует как обезболивающее. У человека появляется аллергическая реакция в виде волдыря и зуда. От этих проблем также помогут народные средства. Мне больше всего помогает и нравится, как помогает венок-березка. То есть здесь принцип такой же. Листик отрываем. Можно поступить двумя способами. Просто место укуса потереть. А можно нарезать ножичком тоненько, чуть-чуть подлить капельку водички и вот этим соком место укуса натереть. В справедливости ради нужно отметить, что несмотря на все неудобства, которые комары доставляют человеку, эти насекомые – важное звено экосистемы. Комарами питаются птицы и рыбы, так что их существование можно пережить. А с нашими лайфхаками сделать это будет легче. Анастасия Книж, Георгий Крысанков, ОТВ.